Спасибо, господин председатель. Я написала свой вопрос, потому что меня очень заботит все то, что мы сейчас здесь обсуждаем. И этот вопрос адресован господина Кэрри. Высказываясь по поводу причин возможного военного удара по Сирии, президент и другие высокие представители говорили о моральном измерении этого вопроса. И основной вопрос, который я хотела задать, почему бы не... Почему бы не... Почему в том случае, когда уже тысячи невинных граждан погибли, и мы ничего не сделали, а в настоящем... А сейчас, только сейчас, когда применяется химическое оружие, президент Опама рассматривает возможность нанесения военного удара. И второй вопрос. Будет ли эти военные действия соответствовать Уставу Организации Одневных Наций, поскольку есть договор, который запрещает использовать применение военной силы против другого государства, кроме как по резолюции Организации Одневных Наций, или же в целях самообороны, особенно учитывая, что сейчас Россия и Великобритания, два важнейших членов Совета Безопасности, выступили против? И несмотря на то, что нам заявляют, что нам не нужно, что Асад и его военный потенциал не представляют такой большой опасности, действительно, будут ли эти действия соответствовать Уставу Организации Одневных Наций, и несмотря на то, что нам нет непосредственной угрозы для Соединенных Штатов со стороны правительства Асада? И считаете ли вы, что только мы имеем право наносить такой удар? Отличные вопросы, постараюсь ответить на них. Что касается намеренного уничтожения гражданских лиц, я хотел бы заявить, что, как вы все знаете, президент Клинтон написал в своих мемуарах, что больше всего он сожалеет о том, что не отреагировал на резню в Руанде. Однако мы отреагировали на то, что происходило в Косово, в Боснии, и мы реагировали без санкций Совета Безопасности ООН. Как известно, некоторые утверждают, что мы это не используем как нашу официальную стратегию, но НАТО принимало решение такое без ООН. ООН потом, правда, приняло резолюцию в отношении ситуации с гражданскими лицами в Бенгазии, вроде со стороны режима Каддафи. Мне кажется, что нет какого-то четкого правила в данном случае, но юридические обстоятельства, которые действуют в отношении международных договоров, международной конвенции о запрещении оружия массового уничтожения. Существует президент? Вы что, считаете, что устав ООН... Вы согласны с тем, что устав ООН – это важнее, чем договор о запрете химического оружия? Нет, это не всегда так, к сожалению. И, к сожалению, мы сейчас оказались в такой ситуации, когда принципы ООН не полностью соответствуют той действительности, с которой мы имеем сейчас дело. Президент обращался в ООН за разрешением на использование силы перед тем, как произошли эти события. 28-го, кажется, по-моему, 28-го была принята резолюция. Наш постоянный представитель в ООН предлагал принять подобную резолюцию, но Россия и Китай выступили против, и мы ничего не смогли сделать. Сначала предлагалось принять заявление просто с общим, общее заявление, осуждающее действия сирийских властей. Мы не смогли это сделать, и тогда президент начал искать альтернативные пути. Есть целый ряд резолюций, которые были отклонены в ООН. В наше время истекло. Переходим к следующему вопросу. Но вы можете зачитать свой ответ для протокола, потом передать его.